Эпидемия коронавирусной инфекции наглядно показала, какую огромную роль в борьбе с распространением инфекции отводится первичному медицинскому звену. Сегодня основной удар пандемии принимают на себя сельские участковые больницы. О работе одной из них Козыл-Октябрьская расскажет наш корреспондент Мурат Жанкёзов. В ауле Козыл-Октябрь проживает около 4000 человек. Медицинские услуги для них предоставляет местная участковая больница. С начала эпидемии коронавирусной инфекции врачи изучили, внедрили все рекомендации по борьбе с её распространением. Сегодня работники больницы чётко и слаженно выявляют и лечат заразившихся. Многих, которые переносят более мягче эту инфекцию, постараемся лечить дома. Остальных направляем уже на дообследование в госпиталя города Черкесского, Джигуты. Ну, на данный момент справляемся. Каждый день выезжаем, выезжаю лично я, бывает с медсестрой, на дом, на вызова, смотрим больных дома. С утра ведём приём. Также у нас есть и стационар, ведём стационарных больных, как круглосуточных, так и дневных. Как правило, сельские больницы постоянно испытывают трудности, связанные и с укомплектованием кадрами, и обеспечением различными медицинскими аппаратами. Зачастую на помощь приходят неравнодушные от насельчане. Так, житель аула Айса Дулаев подарил больнице современный электрокардиограф. Этот аппарат нужен нам и для школы тоже. Ученики, военкоматов, и обследуются они у нас. А чем стоять в районных центрах, в очередях? Лучше вот по месту мы всегда им делали. Был у нас аппарат, но уже по нацпроекту давали нам, но уже много лет прошло. Мы работали этим аппаратом тоже. А для населения это вообще аппарат чудом, можно сказать. Спасибо нашему уроженцу Дулаеву Айсе. Он в один день мне позвонил, говорит, как там дела, как там в ауле, какие проблемы. Я набрался наглости и попросил его, чтобы он нам приобрел этот аппарат. Вот вы видели, очень хороший аппарат, дорогостоящий. Благодаря участковой больнице большинство жителей аула лечатся стационарно и амбулаторно в стенах своего медучреждения. Пациенты отзываются о врачах и медперсонале, как о чутких и добросовестных работниках. Я как зашел сюда, минут через 10-15 уже меня приняли. Очень приятно. Я боялся, что уйдет почти день. Просто это очень приятно. Спасибо девчатам, медикам, что вот так быстро обслужили, внимательно отнеслись. В общем, я доволен на 100%. Медсёстры хорошо обращаются, они очень хорошо обращаются. Хотя нас двое были, всегда обед, ужин. Обед всегда готовили нам. Уважительные люди, да, очень добрые. Мы как королевы здесь. Трудно переоценить значимость сельско-участковой больницы для жителей аула. Ведь именно здесь граждане получают как стационарную, так и амбулаторную медицинскую помощь. А также осуществляется диспансерное наблюдение, проводится комплекс профилактической и санитарно-противоэпидемической работы и многое-многое другое. Мурат Жанкёза, Вольга Савенко и Слава Мурума. Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.